Всех приветствую на своем канале. Все видосы будут посвящаться покупкам в пятерке. Кто любит такое дело, welcome to hell, оставайтесь со мной. Кто не любит такое дело, идите куда подальше. То бишь делайте или смотрите то, что вам нравится. Ну и те, кто будет швыть, в последнее время так очень сильно воют, это вежливость отсутствует, мозги, наверное, тоже. А когда АСМР, так вот, любители АСМР включают режим хатика. А если не судьба включить его и преданно ждать этого АСМРа будет когда-нибудь, то идут ссылочку вниз, которая в инфобоксе давно стабильно, и донатят Лёле на этот АСМР. То бишь, как бы оплачивают мое время, которое эквивалентно, по вашему мнению. То бишь, точнее даже так, эквивалентно тому, ради за что бы, за сколько бы вы стали делать что-то для людей, в ущерб самим себе, самой себе, самому себе. Ну и, пожалуй, начнем. Мне приспичило одну штуку, а еще потом одну штуку, потому что я случайно неудачно взяла чайник заварочный. Ну, как сказать, у меня было руки, несколько рук, рук у меня только две, несколько пальцев на одной руке, короче, были заняты у меня руки, не очень удобно я взяла чайник заварочный, у меня такая стопочка бумажных салфеток слегка облилась заваркой. Пришлось ехать на велике. В общем, конечно, могут люди сказать, вот у тебя такие шуршащие вкусняшки, пошурши, чего тебе лень, что ли, не судьба, шопотом сказать. Был у меня тоже такой камень, ну, честно, люди, знаете, вот так задалбливают, когда вот снимаешь какой-то ролик для определенной категории людей, и куча у тебя плейлистов, и они периодически, стабильно, ну, некоторые долго, знаю, там, книжные какие-нибудь обзоры не обновляются. Вот самое интересное, никто не будет в комментах под видео, типа, а когда какой-нибудь обзор книжки, да? Но очень много с отсутствием вежливости, не знаю, воспитания, еще чего воют по поводу АСМРа. Короче, увидела еще по прянике, что-то они 26 с копейками были. Внезапно, вообще не знаю, сколько они стоят, но я как-то такие покупала или подобные, и они мне понравились. Яшкина, любить просто, самое интересное, я второй видос очень усиленно стараюсь не зевать, а то мне кто-то написал, что я так зевнула, что пришлось там что-то кофе пить или типа того, но я не могу, вот, мне вот очень сильно хочется зевнуть, не поверите. Всем цианам не знаю. Хотя на велике я сегодня маленький круг делала. И когда писала эти пустые баночки, меня дико хотелось зевнуть, хотя я даже еще и на велик-то не садилась, я никуда не ездила вообще. И вообще, в принципе, у меня уже кое-что сегодня купилось, но как бы это не то, что можно, нужно, интересно обогревать. Поэтому я решила подвести то, что сейчас купила, практически вот совсем недавно. Воздушные пряники классические. Вы уж извиняйте, а я делаю лучшие из лучших, марка номер один. Ну что, такие пряники. Тут у нас производитель уверяет, что он все делает там с времен, как, не знаю, Советского Союза, наверное. Влажные, точнее бумажные салфетки, красная цена салфетки бумажные. И такой у нас тут этот самый, как он там, одуванчиковый. А одуванчик 100 штук. 5 апреля этого года созданная. Бумажные салфетки, красная цена. Вообще, я, по-моему, там Толи или что-то такое, но тоже какую-то пятерковую марку бумажных салфеток покупала. Тут что-то вот увидела эти. Точнее, как увидела какие-то бумажные салфетки и взяла их. Взяла одни, взяла вторые. То, ради чего я, в принципе, ездила. Первая часть. Это у нас Эконто-модуль сменный для фильтра. 170 литров. У меня сегодня, наконец-то, руки дошли его вымыть, этот кувшинчик. Ну, я так поняла, что вряд ли уже можно использовать этот самый фильтр, который я там уже этот, или как он его, ресурс сменного модуля выгодности в 70 литров. Я не знаю, я не замечала. Я как-то пыталась заметить, стоите 70 литров убирается или нет. Мне показалось, что больше. И вообще, мне там вот то на полгода хватает, то чуть больше на полгода. Короче, вот. Они что-то около 90 рублей штука. Все одеваю. Надо было, наверное, сказать, люди, запасайтесь кофе, если вы считаете, что я так заразительно одеваю, что вам после просмотра моего зела хочется спать. 44, а вообще у меня где-то чек есть, ну, искать мне не вам кажется. 44, что ли, или 45, что-то такое. В общем, вот эта вот упаковка. Регистрируй код и получи подарки. Два балла, оказывается, тут написано, я там и не заметила. Я чисто брала, потому что вот, когда оно идет по скидке, то я вот такое покупаю. Ну, оно про запас хорошее. Мне нравятся юбилейные, простые рецепты, традиционные. У меня там еще есть юбилейная с черничкой. Я вчера в Атаке купила по 80 с чем-то рублей две упаковочки. Но обычные маленькие такие, 112 грамм. Ну, как бы к чаю. Одна упаковочка целая, одна упаковочка гостями частично собранная. Губки две штуки. Металлическая для мытья посуды. Длительный срок службы. Для стойких загрязнений. Не для тефлоновых покрытий. У меня вроде и нету этих теплоновых покрытий. Хотя хз. Нету вроде теплоновых покрытий. Вот я магнитик все брала. Вот узнаю, реально ли она такая длительный срок службы. Потому что мне кажется, они одинаковые. Что магнитик, что это. Раньше какие-то губки такие, ну, может, даже лет 7 назад были меняемые. А тут губка один раз помыла уже на вытяжку. Или она сама располагалась. Увидела я шоколадку. У меня, конечно, как бы есть такая информация, что завтра я где-то 100% что получу кое-что вкусное. От кое-кого верующего в меня. Великую людьку. Но что-то вот оно было периодически по скидке. Не именно такое, а просто милка. А тут что-то она была вообще чуть не 45 или 49 рублей. Я все-таки, наверное, гляну где этот чек. Хотя, наверное, не гляну. Он у меня... Там у меня столько гора этих чеков, что какой из них хз. В общем, шоколад молочный, пуристый, милка, бабус, с кокосовой начинкой. Именно вот такой, по-моему, я раза два покупала, мне очень нравился. Тут у нас 97 грамм вообще. Вот 97 я еще расскажу, уже без зела. Мне очень нравится эта шоколадка. И вам советую, если что. Купила я три... Не помню, кто это. Ферсик, Нектарин, хрен его знает. Там я их путаю. Вот, кстати, я путаю Краснодарск и Красноярск. Я даже себе уже разделила их, чтобы не путать. Но все равно путаю. Потом, значит, Архангельск, Астракань, радиус и диаметр. А еще чисто вот по названию. Персики и абрикосы. Вот абрикосы, по-моему, это сушеная курага. Вот уже почти не путаю. Иногда не путаю, да? Можно сказать, вылечилось, не путаю. Фруктизм прошел. Вот это я не знаю. Может, у меня в чеке будет написано, кто это. Но, по-моему, это, наверное, не знаю, персики, не персики. Вроде на Нектарина не очень похоже. И купила я себе еще виноградика. Что-то он там был по 137, что ли. Называется Кишмишем. Я не очень уверена. Кишмиш не Кишмиш, потому что я тут столько всякого индийского зелененького виноградика без зернышек разных форматов проела. Как в основном магните покупала местом. Ну, вот у меня как бы и усе. Уся такая вот покупка. Салфетка. Я тут опять закидала этот путь к мышке. И, наверное, вообще что-то еще. Я еще подумала, может, пошуршать этими вкусняшками отдельно, без обзора этого и самой, как бы, еды. Но так подумала, что люди, которые вот так часто мне, я понимаю, что другие люди, которые вежливо в режиме хатика меня ждут и верят, что этот АСМР будет. Они как бы ни при чем. Но вот те, которые подсирают в камень-то с этим, с таким наездом, типа, или с такой, типа, что тебе сложно, а? Вот мне так вот, вот чисто из вредности к тем, которые вот это, что тебе сложно пошуршать, да? Тебе что, сложно задумать на это пошуршать, вот? Короче, я решила просто обозреть. Вообще, сначала думала не обозревать, потому что я не думала, что было всякое сладкое хренатень покупать. А потом подумала, приеду домой и схаваю чайку. А потом подумала, что я его буду хавать, этот чаек. Может, кто-нибудь не знает про эти супер вкусные пряники. Надо вот обозреть их и сказать, вот, реально, что это вкусные пряники. И они мягонькие, я вот их щупаю. Кстати, они сделаны 15 апреля и до 15 октября сего года. Живут. Ой, всем спасибо, кто осилил до конца. Всем пока. И, кстати, я смолюсь. Если я сегодня приехала на велике, люди, катайтесь на великах. Если у вас есть велик, вы умеете на нем кататься, то катайтесь на великах. Смайл. Всем смайл.